всех приветствую мои родные любимые и сердцевые дорогие веганы христолюбчики братцы сестры в истине в любви и в свободе в бессмертии все светлые люди ну и приветствую всех кто просто попал на это видео и решил меня послушать я вам зачитаю было ко мне такое сообщение в контакте от тусомч ники конечно у людей не прочесть привет очень важный вопрос мне сейчас 34 мне 38 это так к слову я последние 33 года то есть он с детства практически верил в иисуса ну с младенчеством я даже чувствовал какую-то поддержку с неба может самовнушение не знаю но я чувствовал но потом порывшись в интернете я наткнулся на информацию что никаких доказательств существования иисуса нет я добавлю и быть не может я утратил веру у меня была глубокая депрессия я не утратил веру в бога ведь доказательства творца повсюду но в то что был иисус я к моему большому сожалению сомневаюсь на чем ты основываешь свою веру в иисуса такой вот был ко мне получается личный не личный как вопрос как видите зачитываю какие-то ваши комментарии сообщения мне даже личные не потому что я хочу там раскрыть вашу душу и туда чтобы я и все наплевали я стараюсь иногда наоборот хотя иногда я не то чтобы а чтобы вам все-таки уроком было когда вы мне какие-то гадости пишет что мы все посмотрели может быть вы хоть от этого устойделись да ну я даю публичный свой ответ поэтому в принципе думайте что вы мне пишите публично где-то в комментариях в личку сейчас современный мир да всегда можно за скриншотить еще дошли опытом это удалите и наоборот какие-то хорошие комментарии или вот комментарии в апреле вопросы или комментарии вопросы и с целью чтобы ответить этому человеку хотя я потом знаете я всем не запоминаю не рассылаю делаю рассылку что там на твой вопрос ответил мне кто пишет я очень часто говорю особенно если вижу сразу что интересный сейчас я стал действительно делать все время скриншоты чтобы просто потом это теряется а я сделал себе папочку собираю эти всякие что мне интересно вопросы комментарии когда уже появляется желание вдохновение я на них отвечаю и тому кто действительно интересно будет следить за выходом роликов на моих каналах и найдет принципе ответы когда-нибудь и на свой вопрос возможно или комментарии плюс я это делаю потому что вот на сегодня мы с вами всего один такой комментарий вопрос исследуем да ответим прокомментируем тоже иногда вы замечали я делаю бывает большая достаточно подборка и 3 5 и 10 да и целую переписку и зачитываем сегодня вот такой вот короткий можно сказать вопрос ко мне обращение было знаете я принципе отвечал на подобные вещи говорил но жизнь она круглая все по кругу милишь принципе я в своих видео сам я христианин да то может кто-то дальше не будет слушать это я уже употребил такие слова как нету доказательств явление бога на землю и поэтому я хочу кто может быть впервые попал на тролль искать я христианин я веган я познал бога познал любовь и и проповедую познал что бог есть он бессмертен он свободен творит добро и зло но творит всегда благо потому что он понимает и сам есть сущее благо да хотя делает это добровольно хотя в потенции может творить зло все создал своим словом да он есть видим и невидимый мир мы вся его проекция но мы при этом тоже уникумы я в это верю и я верю что бог однажды в истории человеческого существования являлся на землю воплоти в которой он был всегда и в которой находится сейчас и будет во веки веков это плоть мы ее знаем под именем иисуса христа чем это не просто как опять плоть какая-то одежда я верю на основании мудрости так скажем истинной мудрости и истины которые в принципе в писании подтверждена который на кто-то называет словом божиим до святым писанием я просто называю библии писаниями что где сказано что человек создан человек один неважно мужчина или женщина тот человек который был создан вначале он был не мужчины не женщины а возможно гемафродитом или тем и другим не суть важно он был прекрасен этот человек был создан по образу и подобию бога и в тех же писаниях говорилось некими мужами что мы боги и дети всевышнего все мы иисус кстати даже повторял ну исходя из тех писаний какие мы имеем сегодня под названием евангелия что иисус даже повторял эту фразу и говорил не читали ли вы никогда вы и дети и боги все вы и боги и дети всевышнего все вы ну правда иисус даже вот и сократила настолько сказал что чтобы что сказал просто что мы боги да вот самое важное даже действительно чего мы касаемся и поэтому в том что бог имеет бог всячески во всем бог и не видим одновременно и видим во всем своем проявлении в этом мироздании и в каждом святом проповеднике и в каждой буквах букашки при этом я верю что бог и ограничен до одной личности вот такой вот как мы с вами плотской иначе все эти фразы глупы и неправды лживы и не имеют истины а я верю что это истина потому что сейчас мы поговорим почему я в это верю вы знаете вера человека в истину то что он принимает как бы истиной как хотите верить линейт превращается в знание и вот в то что бог есть он любовь свободы и бессмертия в принципе я хоть употребляю как вы видите такие слова все равно тоже верю верю я знаю а что значит знай я могу доказать свои знания тоже нет но лично для меня не требует доказательств свое время когда бог открылся мне и я познал истину пройдя некоторый путь своей христианской веганской стремящейся к святости жизни для меня все вот эти истины обрели абсолютную они лишь знаете они из меня вышли я просто увидел их вовне о том о чем говорит иисус и говорят другие умные светлые святые люди я понял что все что было во мне раньше просто наконец-то вылезло наружу все что я возможно погашал или сам не хотел об этом думать или противился чему-то я просто всем этим примирился я примирился с богом как говорят примирился с истиной и обрел полноту счастья оказывается это примирение это вынаруживание того что у тебя внутри делает тебя абсолютно счастливым я никогда не мог понять вся весь смысл моих не то что жизни а точнее это скажем цель моих и измышлений жизненных когда все он задумывался я постоянно чем-то думал над жизнью тоже до своего покаяния все время конечно прежде всего думал даже не о любви и не о свободе жизнь человека и первый вопрос который он задает сам себе я уверен это многие я слышал многие откровения людей свидетельства конечно говорят что они не могли смириться просто смертью как вообще смерть может существовать почему я умру если я умру то все бессмысленно даже мои мысли о свободе человечества вы все там одни нас порабощают проклятое государство или эти там бояре фараоны депутаты если я подохну то в принципе все вообще бессмысленно даже мысли о свободе и мысли о добре и зле поэтому я в принципе кто меня слышал я бессмертие ставлю всегда на первое место то есть по идее мы о своем христиане и мы любим выражаться слова мне апостола павла а мы проповедуем христа распятого скрещего знаете конечно же начинается вот моя часто проповедь я стараюсь больше даже или вперед хотя у меня редко может где-то получается но сейчас я стараюсь говорить больше даже бессмертие потому что если человек не принимает бессмертие потому что верит он в него или не верит вот вопрос не знаю как его правильно называть то есть собджа ну неважно буду говорить вопрошающего ко мне он все им тоже были такое слово вера вы знаете я говорю мне уже тяжело только ты веришь в бессмертие я говорю слово примириться кто слышит тоже мои проповеди часто слышит такое вот слово я употребляю примирился ли человек с этой мыслью с этим бытием с этим мирозданием сущностью бытия потому что верит он в это или не верит вечность она никуда не пропадает вот это вот временная иллюзия в которой мы сейчас живем пространственно временном измерении она лишь часть вечности и верит человек или нет он эту шкурку когда сбрасывает вот так становится и понимает что он не умер никто не умирает и умереть никогда не может в том понимании в каком сейчас мы в пространственном временном измерении живем мыслям очень часто говорим об этом там смерть слова употребляем конец у бога нет конца нет начала нету смерти нету стопа бог это вечное движение вечность это тоже не какое-то абстрактное все мы стали вот такими задеревенели все вечность это вечная жизнь вот и все это вечное движение нам сейчас тяжело понять что такую жизнь и казалось бы нет ограничения нету возраста не надо никуда бежать не надо даже питаться ты ты не угрешь ты просто можешь просто вот действительно хоть и в движении хоть у тебя то есть но ты можешь залипнуть просто на самом деле тебе никуда не надо спешить и жизнь она вечная просто есть она априори вечно бог вечен бог был есть и будет он сущим в нем нет ни времени не пространство поэтому все что сейчас мы живем в ограничен мире мы живем только ради школы жизни того плана мироздания школы института которого и придумал наш господь бог и вот таких вот чудных комочков счастья да как вам этот комочек красиво шли вместе со мной теперь все время проповедует да ласка говорим до вечности ты тоже вечно как и мы все и поэтому конечно же вот вечность веришь ты или нет и как я могу доказать я всем говорю что да это конечно хорошо я сам проповедую христа воскресшего и я верю что бог бог в своей уникальной одной плоти и являлся людям однажды и будет как написано в книге откровения на новой земле вечной где будет новое небо там сам иисус бог явишься во плоти неважно как мы потом будем называть и как он нам представится и какой у каждого из нас будет имя начертано на нашем камне который каждому нам будет даст дан да все это образные такие зачастую детские слова чтобы мы хоть что-то поняли да и что там сам этот иисус бог во плоти будет всегда с нами со всеми со всем своим творением его можно будет как писал анна богослов а то земном пришествии у однажды можно будет осизать слышать видеть обонять это удивительно вот и для меня вот почему я сейчас ну я уже как бы вам говорю да почему я верю именно в то пришествие господа и в том бессмертии мы будем все его созерцать да и вот это бессмертие я просто с ним примирился когда узнал об этом особенно когда я узнал что бог явившийся на землю его убили а он воскрес и он не умер больше воскресенье человека были всю историю человечества не только в библии описан это в разных народах пусть это сейчас могут опять оправдывать знаете за умные там ученые дэд была там клинист какая смерчак там просто ожил проснулся и тогда не было в древних временах все там изведано ясно все это ерунда это да действительно если так в глубоко в науку закопаться что такое смерть а когда она наступает сейчас с развитием кто знает кто этими вопросами увлекался можно кого-то я открою какие-то новые горизонты может нет сейчас уже ученые не знают как определиться потому что мы настолько стали способны поддерживать вот эту вот временную материю что в принципе границы смерти просто стерлись человека на искусственном там дыхании всяких там анаболиках питательных веществах могут его труп якобы живой вечно сохранять могут уже заморозить человека так он умер или не умер душа отделилась никто не знает а когда поставить а когда закопать это тело или там кремировать все уже стали врачи в тупик потому что в принципе они способны врачи за счет ученых но врачей тех же самых или просто ученых других сферах неважно сейчас все вот так вся наука пересекать потому что весь мир вот так вот взаимосвязан мы способны поддерживать вроде бы там неживое самодостаточной жизнью тела человека они способны поддерживать то я сам проснулся пошел да это вроде не живой человек он же не просыпается не встает не ходит но врачи физически стали способны поддерживать это тело в жизни так скажем по нему бегает кровь бьется сердце якобы дышат легкие и она лежит и таких тел можно хранить уже всех миллионы людей да где она смерть поэтому когда я услышал конечно же я вот именно в эти бредни всем всегда не рекомендую лезть потому что тогда действительно ты не то что веру потеряешь ты просто жизнь потеряешь действительно и мозги свои к жизни надо относиться проще в этом плане жизнь это то что есть вот над этим надо размышлять и конечно же когда я увидел христа именно распятого и воскресшего и потом вознесшегося на небеса он не умер потом как в истории человечества даже тех людей которых воскресали воскрешали кто-то или сам бог или людям они все равно умирали а я узнал что бог приходя на землю явил нам что деятельно что в принципе никакой смерти и не существует я создал вам это для школы жизни еще со времен первого человека адам и евы грех падения когда все весь этот замес это катастрофа человечества со скорби страданиями смертью началась и бог так как человек вообще потерял всякие познания кроме внутреннего о бессмертии бог нам явно это явил для меня стало просто внешним доказательством того что было во мне всегда я тогда вас славил господа и слава тебе господи иисус не зря приходи надо вот это же надо там что-то несешь что аж хочется и можно получать от христианства быть не христианином там не исповедовать не верить в иисуса как там бога приходящего плоти и бессмертия в дает в принципе это не спасение спасение в том что ты кем станешь самой существом бога любовью тоже без мыр бессмертие в принципе принадлежит априори вся эта игра в смерть ты можешь до конца жизни быть ужасным злодеем дал злым гением ты можешь быть очень умным но при этом злым ты ничего не приобретешь в этой жизни ты будешь жить в аду ты будешь несчастлив и так будешь до тех пор пока из этого круга ада сам не захочешь выбраться ты будешь только жизни на этой земле проживать и после второго пришествия день там до местах не столько столь отдаленных от христа и от святых его но там ты будешь познавать истину когда ты при поймешь что жить можно только в любви со всеми и царство небесное это царство любви всех во всем и вся где никто никому не причиняет страданий где никто никогда ничего чужого не возьмет а наоборот все свое всегда отдаст при нужде конечно же вот это вот воскресенье вознесения христа и потом где описано что он еще придет вернется в этой плоти что всегда в ней был потом из евангелия уже внимательно читая вижу что сам иисус говорит меня еще видел авраам увидел и возрадовался да я был я был там когда еще ничего не было да я сущий я понял что мне просто надо примириться или то и не знаете это было такое это не никто не заставлял да потому что это внутри меня бессмертие ощущение бессмертия в каждом человеке лишь это временное вот это вот одежка немного нас забивает с толку и господь нам оставил свободу чтобы даже в этом вопросе оказали оказались так скажем добровольны это выбрали научились вот этим что у нас мозги просто заработали то что это очень важно чтобы мы ценили вечную жизнь и жилье и потому что бог из любви же отдел на человека грубой одежды только для того чтобы он что понял что такое жизнь тем более его лишила животное жизни потом это сделал ладам и все их не дети и чтобы они оценили что такое жизнь бог и лишил их якобы внешне бессмертия на самом деле конечно же никто никуда никогда в бытие уже не кануть бог это только созидание это все только расширение бог ничего не уничтожает тем более свое творение но бог его учит и воспитывает вразумляет и ведет к познанию бог не хочет смерти грешника но чтобы обратился и жив был это действительно истина вот эти слова которые в библии написано да по поводу веры конкретного иисуса второе то есть по бессмертию поговорили свободу даже сегодня наставлю трогать не буду вера в иисуса как в личность знаете когда бог не тогда открылся я уже об этом много раз рассказывал я не видел самого иисуса во плоти и более того все потом разы когда он не являлся я никогда его не видел вот этими своими очами все что внешне я себе как я представляю бога как его знаю я знаю лишь из евангелии то как мы знаем всех евангелиях которые у нас имеется канонистки не канонистки мы почти ничего не знаем даже от внешности иисуса бога являвшуюся плоти каким он был тогда потому что евангелие вообще решили ничего об этом не писать но когда бог не открылся и как говорят познал меня я стал познавать его и конечно же я всем много раз рассказывал первое что господь не сказал тем самым настоящим ясным голосом конечно же бог любит все свое творение и человека поддерживает бережет ведет всю свою жизнь но он как личность и как явно разговаривает человеком не всегда иногда редко когда он хочет или когда человек просит по разному бывает и тогда мне явно был любвеобильные отечески такое родительские материнский голос в сердце я его не знаю неважно как я услышал в уме в ушах он искал купить библию именно из библии в частности снова за это в частности из евангелия узнала его и воплощение на землю господь не стал не сам все рассказывает да он не сказал купи библия оттуда все это узнал вы знаете несмотря на то что вся проповедую что конечно же в евангелиях полно искажений извращений толкование перетолковывание переписывание и так далее переводов несмотря на то что прочитав однажды эту историю все мое нутро просто содрогнулась да я до сих пор несмотря на все более твердую такую кому-то кажется жесткую проповедь того что до относитесь к библии с разумом с тем что как иисус говорил что все в мире вообще мир это поле с плевелами пшеницами и вы пшеницу собираете плевел выбрасываете потому что сатана сей тоже везде все свои плевелы библия от этого не свободно и почему-то просто глупые люди называют словом божьим там есть слово сатаны значит там есть семена сатаны уже этого достаточно там есть слова сатаны которые прямо с иисусом разговаривать неужели это недостаточно что просто библию называть словом божием там есть слова сатаны это Это просто тексты, в которых есть разные слова. Неужели это так непонятно? Неужели надо 105-е во лбу иметь, чтобы вот такие простые вещи понять? Это Писание. На ней так и написано. Зачем вы называете вещи не своими именами? Если на Библии написано Библия, что с греческого означает библиотека, собрание книг, книги, не надо ее называть словом Божьим. Это книги. Есть книги, четыре книги о разными просто авторами, об одной истории, явлении Бога во плоти. Есть книга, кем-то неизвестно написанная, о первых шагах ранней церкви, так называемой, Христовой, учеников Христов, которые стали распространять Евангелие по всей земле. Есть послания конкретных людей. Непонятно, можно ли доверять ихнему авторству, кто ее этому авторству приписывает. На самом деле, этому человеку принадлежит. Но мы видим некие тексты. Мы видим книгу Откровения. Почему-то называют Иоанна Богослову, хотя нигде там этого слова Богослов близко нет, даже в оригинальных текстах. Некоему Иоанну было Откровение. Кто этот Иоанн? Иоанн – одно из самых распространенных имен в Израиле. И что? Я уж молчу про Ветхие, книги Ветхого Завета. Уж в эту гремучу. Уж кому там принадлежат, и кто это писал. И уж о каких там людях порой, и какие люди это писали, там вообще за голову возьмешься. Там о святости порой и близко говорить не о чем. Но при этом, при всем, прочитав когда-то Евангелие, все мое нутро откликнул, знаете, как будто я был и видел эту историю своими собственными глазами. Поэтому я 10 лет христианин, больше 10 лет, 11 лет скоро будет, да. Я христианин, веган. И никогда я рассказывал, я пытался отойти от христианства, от Христа, Евангелия, я даже искал, как бы, я образ-то играл, за что бы зацепиться. Евангелие – это даже то, которое до нас дошло, сквозь все эти секты, которые ради порабощения людей, власти и славы сделают все, что угодно, пойдут на любые беззакония, сжигали, убивали людей заживо в своих инквизициях, причем, что католики, что православные, что протестанты, да, все этим грешили. Уж для них-то там менять тексты, переписывать, да, ничего вообще не стоило, да. Тысячи лет люди не знали уже того языка, на которых она читалась в их синагогах, в их сектах, да, люди были необразованы, читать имели право только священнослужители, и то на непонятном языке, там, в католиках, на латинском, русские, православные, только на церковном славянском, которых никто не понимает, и т.д., и т.д. Вот. То есть, конечно, для них ничего не стоило, эти тексты менять, и извращать, и перетолковывать, и переписывать, все, что угодно с ними делать. Но при этом я до сих пор верю в Бога Вишеса во плоти, и причем, что достаточно много в Евангелии написано правды. Вот. Та мудрость, которую я там читаю, даже тот Иисус Христос, как я его называю бумажным, пусть, потому что мы видим вот из этих бумажных писаний, насколько он прекрасен, светел и бесподобен, насколько это его жизнь такая описана, да. Конечно, сейчас чем-то дальше растешь, возрастаешь, Бог тебе открывает, я говорю, те искажения, которые о нем же оболгали, да. Да, религиозники пытаются его выдать за живодера, там, убивающих животных, пожирающих и трупы, Бог, который сам создал животных, которым вложил чувства, страхи, смерти, страдания, чувства радости, жизни и свободы, и он же их там убивает и другим проповедует. Конечно, люди конченые дебилы. Я буду прямо говорить, хотите обижайтесь, хотите, нет. Бог, сотворивший все, Бог есть абсолютная любовь, и Он никогда не будет человека учить зло, и уж тем более Он не будет его делать сам, беззащитным, беспомощным животным, которых сам создал. Бог не творит зла, хотя всегда свободен Его сотворить. Мы должны стать точно такими же, в свободе избрать абсолютное благо и любовь. И вот, читая Евангелие, до сих пор, да, никогда я не сомневался, что Бог являлся воплоти. И, причем, я говорю, достаточно, я не знаю, как в процентах выразиться, насколько я там верю в Евангелие, в 90%, в 95% там, да. Есть кто там рассказывает, что чуть ли он там не во Франции родился 300 лет назад. Я считаю это полным бредом. Я так объяснял в разных роликах, почему, да, я стараюсь всегда свою позицию аргументировать, не просто там бред и все, да, фу, какашка сказать. Нет, я стараюсь, конечно же, подробненько, внятненько, аргументированно объяснить свою позицию, свои мысли. И вот, если ты пошатнулся, причем ты так рассказываешь, что тебе 34-33 года, ты либо опечатался, либо ты с годика верил в Иисуса Христа, и потом один раз ты услышал, что никаких доказательств нет, то я всегда понимал, что никаких доказательств нет. Я же всем говорю, от того, что вы будете в простоте говорить людям о бессмертии, или вы будете проповедовать Христа воскресшего, я говорю, разницы никакой, потому что в то, что Христос воскрес, не поверили даже его ученики. В то, что он воскрес и возносится, и уходит, и когда-нибудь вернется, не поверили те, которые собирались на горе Елеонской при его вознесении. Написано, многие развернулись и ушли. А когда он вообще являлся по воскресенью, то вспомните, никто не верил. Ни ему, грубо говоря, когда он даже говорил, сначала не признавали, не узнавали его, ни друг друга, когда те рассказывали о воскресенье своего учителя, любимого. За что Иисус их ругал, вы помните, из Евангелия. За это упорство и неверие. Вспомните, что написано в Евангелиях. Что укорял их за упорство в неверии. В Матфея, в Марка, в Марк особенно, это очень хорошо написано, что явившись одиннадцати укорял их в упорстве. Там в одном синодальном переводе неправильно сказано, в жестокосердии, по-моему, какое там упорство, правильный перевод с греческого, в упорстве и неверии. Вот в упорстве в этом неверии. Сколько он им три года говорил, что он воскреснет. Они не понимали, о чем он говорит, во-первых, во всем Евангелии было написано, которое они же уже по истечении времен писали. И действительно не поверили. Поэтому, знаете, укорять человека, что он там не верит просто в воскресенье Иисуса, да дело не в этом. Ну, хорошо, вы спросите, а ты вообще как-то к себе относишься? Ты подохнешь? Тебя червяки съедят, как любят атеисты говорить. Если он скажет вам, да, ну, что вы можете на сегодняшний день с этим человеком сделать? Ну, Бог его вразумит как-нибудь, не знаю. Перед смертью мы все очень любим желать вечности, да, или еще как-то от смерти близких, может быть, у кого-то мозги на место встают. А так, ну что, ну ты говоришь человеку, вы про в свободе говоришь, я вот верю, там, с друзьями вы говорите, за чашечкой чая, или еще как-то, да, встречаясь там, где-то общаясь, или чем-то занимаясь, с какими-то хоббами, или, может быть, работаете вместе со своими сотрудниками, заходит там об этом речь, вы говорите, или просто решили сказать, да, как там. Не важно, что вы за основание взяли, историю об Иисусе, хотя я говорю, я верю, и не говорю, что ей надо пренебрегать в этом плане, но суть-то не в этом. Я всем говорил, что вы все равно верите. Вы верите тем, кто об этом говорит. Причем эти сами люди не видели. Иисус прямо сказал, блаженны будут те, счастливы, которые не видят, но поверили. Вы помните, он сказал после неверия очередного ученика Фомы, который поверил, только пощупав. Все остальные будут верить. Как я уже сказал по поводу бессмертия, оно внутри каждого человека, и для него только радость. В это не то, что верить, а принять это, потому что у тебя и так внутренне все это было, да, томилось, не могло вырваться, потому что ты думал, что я один псих. Вот в моем окружении почти никто, там, родители, друзья, все считают, что их червяки съедят. Ты думаешь, что ты один такой дебил, что ли, что веришь в бессмертие, что у тебя что-то душа томится, ты терзаешься этим вопросом, не можешь найти ответы, не можешь найти таких, как ты, я помню, до покаяния себя, не с кем в таких вещах поговорить. А если говоришь, тебе говорят, да ну, что ты, забей, собственные родители, которые должны, по идее, тебе было это привить, тебе еще при малейших расточках тебя душат в этом плане. И тут такое свидетельство, да. Вот. Ну, мне там явно Господь открылся, я почувствовал это бытие, да, я рассказывал, Бог мне открылся абсолютной свободой, любовью, бессмертием, радостью, миром. Я все это сразу пережил, и поэтому мне в бумажке, я всегда говорил, я не через бумажку познал Бога, а реально. И все, что я потом говорю, я лишь бумажным языком очень часто говорю, потому что Бог мне, Он мне не приказал, Он как любящий родитель. Я почувствовал такую любовь в его фразе, что Он желает мне блага. Я, знаете, не знал, что купи Библию. А Он мне говорит, купи Библию. И я в его голосе, я чувствую такую любовь, что мне это нужно. То, что Он мне говорит сделать, мне очень нужно. Для меня это важно. Он желает мне блага. И я вам не могу понять, откуда я знаю, если я его даже не вижу. Я тогда видел свет, благоухание, чувство, вот эту радость, все, мир. И Он мне говорит, и я чувствую, что мне это нужно. Он мне такого блага желает. Как будто я вот знаю человека тысячи лет, доверяю своему другу. Он мне говорит, там за угол пойдешь, там ждет тебя сюрприз. И я доверяю, что там действительно будет сюрприз, который меня порадует, потому что это мой друг. Вот так это было, хотя он не открывается явно впервые. И поэтому я, конечно, все эти пережил. Мне иногда тяжело понять, как живут и веруют люди, христиане, которые не переживали того бытия Бога. Я все это пережил. И во мне это все, вот я говорю, и когда бессмертие, когда я понимаю, и в Евангелии, я его природу. У меня было три свидетельства, да, при двух или трех свидетельствах истинно всякое слово. То есть в душе тебя мысли эти терзают и раздирают душу и голову, мозги твои. Мне Бог открывается. Но я еще, наверное, сомневаюсь, я уж не помню, все тоже, как у меня прям все это происходило. Так что пытаюсь вам рассказать, конечно, потихоньку. Это временная память все равно что-то стирается. Так уж Господь придумал. И вот действительно я читаю это прямо в Евангелии о Бога явлении, его распятии, убийстве, о том, что он воскресает и возносится, о том, что он всегда оказывается был в этой плоти и будет с нами в веки вечные, на новой земле и на новом небе. И все. Вот у меня пик. Ну и как и любовь. Любовь, какую я увидел во Христе. Ну да ладно, затронем и свободу. Свобода, а любовь. Христос был абсолютно свободен от зла и от всех проявлений в мире зла людьми. Никому не подчинялся. Мог против системы пойти и пошел спокойно против самой ярости зверской, одной из самых ярых зверских систем мира и религиозного фанатизма иудеев, да, проповедуя людям истину, да. Ни от кого не зависело. Ни от друзей, ни от родственников. Если они говорили неправду или склоняли его на нехорошие дела, он спокойно говорил отойдите от меня, идите за мной, не противьтесь истине. Свободу я увидел во Христе и увидел, конечно же, безумную, жертвенную, абсолютно непонимаемую в этом мире любовь, ибо крест Христов всегда будет для иудеев соблазн, а для эллинов, умников, безумия, да, которые вот слишком пытаются расковыряться. сколько я, тоже, я вообще спокойный, я могу, я говорю, что здесь, когда выразился опять, я искал, как бы отвалиться от христианства, я мог спокойно, да, вот эти фильмы смотреть, какие-нибудь ролики, я смотрел, разную информацию потреблял, какого-нибудь, да, и противника христианства, вот он рассказывал дотошно, что там что-то нашли, что это неправда, что-то пытался обличить, правда, их аргументы такие же пустышные были на самом деле, да, как и fake news, сейчас есть такое, да, очень известное всем словосочетание, никогда у меня не получалось, потому что все, что я слушал, мне казалось, как раз полным бредом по сравнению с тем, что я познал в Боге, во Христе, в Евангелии, или Христа, даже через Евангелие, так назовем, да, и я лично в жизни, в бумажном варианте я не встречал, в жизни тем более, лучшего примера света, любви, святости, истины, да, хотя Христос, я говорю, очень любит, что любовь, и что-то такое, прям нежное, прям все, ты все ноги моешь, целуешь, туфли, нет, мы видим Иисуса не таким, мы видим проповедником правды, истины, именно в этом и проявлял свою любовь, даже к родственникам, уж тем более к врагам, да, то есть, он, конечно, умывал им ноги в определенное время, чтобы дать урок, когда они возносились друг перед другом, но он не делает каждый день, он не делает это врагам, да, то есть, все, ты смотришь на Иисуса, каждый в ушах пытаешься уловить, я Евангелие, кто знает, по четыре Евангелия в день прочитывал, прослушивал, в течение нескольких лет, я пытался уловить каждое мгновение его жизни, каждый шаг, каждое движение рук, губ, как говорится, хоть я их и не видел, а читал только в бумажной, читаю только в бумажной, в варианте, как и мы все, ибо мы не его современники, и, естественно, старался ему подражать, то есть, подражать и следовать за своим учителем, как я это понимаю, пусть мы все порой читаем одну и ту же книгу, историю об Иисусе, и поступаем все, конечно, по-разному, ну, мы все потихонечку выйдем к истине, так скажем, да, шли, идем, кто-то достиг, и слава Богу, вот так вот, поэтому, на чем основывается, я отвечу на еще раз, на вопрос, на чем-то основываешь свою веру в Иисуса, я свою веру в Иисуса, я заканчиваю свой монолог, основываю на том, что то, что я прочитал в Евангелии, лучшего я в жизни ничего не встречал, то есть, вот на этом, на что бы я прочитал, а я прочитал о любви, свободе и бессмертии, я так, кто-то что-то в Евангелии не видит, кто-то Евангелие, денег есть, как это, богословие процветания, кто знает в христианстве разные всякие направления, те лживые, сатанинские, да, кто что там, кто с автоматами, есть какая-то секта в Лос-Анджелесе, там в Америке, они там с оружием молятся, там караул, кто что в этом Евангелии видит, я в Евангелии увидел, любовь, свободу и бессмертие, все три сущности Бога, бытия, в частности, Иисуса Христа, я в нем все это увидел, он был абсолютно свободен, этой свободой избирал только любовь, через дела добра, добрые дела, в разных вариациях, проявляемые к человечеству, и, как оказалось, он вечен, это я увидел, именно поэтому, а я хочешь вера в Иисуса, хочешь знания, основываются по сей день, пока я не вижу поводов, если уж столько лет, мы уявного ковыряния, не смогли меня от христианства, от Иисуса, оттолкнуть тоже, я уж чего только не слушал, чего только не смотрел уже, я, кто знает, уже давно просто проповедую, в свободе слова, я читаю даже Евангелие, в ближайшее время планирую, начать второй круг, Нового Завета, Библия целиком не записана, всю Библию целиком, я уже второй раз не буду читать, а Новый Завет хочу записать, может будет потом и третий, а может не будет, но второй, правда, планирую, то есть, несмотря на все мое мировоззрение, что сам я уже, в принципе, даже Библию не читаю, ни Новый Завет, и даже Евангелие, вообще не читаю, я его достаточно близко к тексту до сих пор помню, и с радостью, вот, сейчас время дойдет, тут у меня некоторые жизненные изменения, в плане материального, там дом вот, переселился, вот, обустроюсь, и уже с чувством, с толком, с расстановкой, плюс на канале Библия у меня выходит, и еще на сегодняшний день, а вы выйдете на экране, у вас сегодня 7 сентября 2020 года, еще до 21 года, до января практически, выходит Ветхий Завет на канале, то есть, в это время я потихонечку начну, может быть, к Новому году поближе записывать второй круг Нового Завета, чтобы он тоже дальше выпускался, я с радостью буду читать Евангелие, несмотря на все там искажения какие-то, извращения, подделки, переписки, это лучшего я в жизни просто не встречал, и именно вот это лучшее, и тянет меня, как ты хочешь, верю в это, я верю в то, что Бог личностный, потому что без любовь, без объекта, быть не может, и когда Бог создал одного человека, еще никого не было, что Богу нужен был на самом деле, этот объект любви, что этому объекту нужен кто-то, представьте, никого бы не было, они бы любили друг друга, его творение, человек и Бог, и нам нужен кто-то, причем Богу нужен Бог, или как говорит, человеку нужен человек, знаете, такой раз, вот и Богу, а мы Боги, дети Всевышнего, все мы, мы образ его подобия, нам нужен именно Бог, какие бы еще уровни творения не были, разновиды животные, природы, все равно Богу нужен Бог, человеку нужен человек, и помимо всего человечества, которое любой человек тоже любит, всех людей, ему еще нужен вот этот Бог, эта личность тоже ему нужна, вот, так что, без Бога и жить невозможно, как это любят, просто очень, знаете, такую фразу, воздушно очень, говорит, нет, именно без реального Бога, вот такого, как Иоанн Богослов и писал, которого можно видеть, слышать, осизать, и обонять, и все на свете, да, пребывать с Ним вместе, рука об руку, в объятиях любви, вот так вот, вот на чем основывается моя вера, на том, что Иисус это свет, это тот свет, это та жизнь, пример той жизни, для чего Он и приходил, Он приходил не того, что ты, поверь, спас себя, как эти протестанты, этот чушь, эту придумали вместе с православными, нет, Он приходил для того, как Он и сам сказал, чтобы оставить нам пример, чтобы мы поступали, так же, так, кстати, говорили Его и апостолы, да, ну, к сожалению, все это на задворке убрали, а то и вообще заповеди Божьи, заменили истину Божьей, заменили, подменили бреданиями, человеческими, вот так вот, я надеюсь, я так ответил за себя, может быть, той Собджа, если не забуду, скину ему, конечно, и в личку, это давнишнее сообщение, я не вижу даты, я помню, что как-то он мне давно написал, может быть, скинуем этот ролик, кому понравилось, ставим лайки, делимся, если вы считаете этими роликами, у себя на платформах, в соцсетях, площадке, какие есть, считайте, что кому-то такой ролик, может помочь, вдохновить, открыть глаза, сделать лучше, то я всегда рад, служу я, бескорыстно, несмотря на то, что на моих каналах есть монетизация, да, что я не откажусь от материальной поддержки своего служения, моей жизни, потому что я живу в таком же мире, как и все, но все мои ролики бесплатные, доступны абсолютно каждому, все, я с вами прощаюсь, всех по-братски, крепко обнимаю, нежно целую, всем желаю, всякого блага, всем желаю познания истины, пребывания в ней, ибо только так вы сможете обрести полноту счастья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok